Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их биографией Жан-Андре Риксенс. Французский художник, известный своими классическими сценами и портретами, родился всем годами. Его отец был мастером сапожник. После получения базового образования был зачислен в высшую школу изящных искусств Тулуза во Франции. Платил за свое обучение и зарабатывал на жизнь, рисуя рекламные вывески и делая копии известных картин. В 1666 году его картина «Смерть Алквиада» принесла ему стипендию от города Тулуза. Это позволило ему поступить в школу изящных искусств Парижа, где научился его художника по военной истории Адольфа Ивона. Специализировался на репродукциях известных работ, делал гравюры на дереве, портреты для издательской фирмы «Хачетта». В 1867 году нашел работу в мастерской Жана Леона Жерома и завершил свое художественное образование. В то время его заявленной целью было получение престижной римской премии. Первая попытка в 1870 году не увенчалась успеха. Уже в 1873 он был достоин второй премии за картину «У рек Вавилона», которая была приобретена правительством. Вскоре после этого он посетил Флоренцию Рим. В 1880 получил большое широкое признание. Его финансовое положение гораздо улучшилось, так написано в Википедии переводной. Многие из его работ были популяризированы крупными периодическими изданиями, такими как «Иллюстратион». Он сосредоточился на портретах и стал писать гораздо меньше исторических картин. В конце концов он смог приобрести недвижимость в Нормандии. В 1888 году женился на жене Пумиан. У них было три дочери. Его репутация была обеспечена. Он был награжден медалью на Всемирной выставке в 1889 году. В том же году он достоин звания кавалера Ордена Почетного Региона. Вместе с Эрнестом Миссанье, Пьером Пьювиде Шаваном и Агюстом Роденом он помог возродить национальное общество изящных искусств и организовать ежегодную выставку, которая могла бы конкурировать со всемирно известным салоном. Как убежденный республиканец участвовал в создании и оформлении памятников, установленных в Третьей Республике между 1896 и 1904 годами. Написал три военные сцены в зале иллюстрации в Капитоле Тулуза. Во время Первой мировой войны нашел убежище в Сен-Бертранде Комненше, где помогал восстанавливать старые епископские двори. В то время он писал основы пейзажи стиля и прессионизма. Все эти работы до сих пор находятся во владении его потомок. После войны он работал над созданием памятника в честь жителей этого района, погибших на войне. Кончался уже в Париже в 1925 году. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике, известном своими классическими сценами и портретами, Жан Андре Риксенс. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы.